Здравствуйте, друзья! Отношение к человеку во многом зависит от его поведения, среди окружающих. Не случайно подавляющее большинство негативно относится к хамам или навязчивым личностям. Культурные же люди напротив желанны в любом обществе. Существуют общепринятые нормы приличия и правила поведения, соблюдение которых является залогом успешной коммуникации. Все эти нормы и правила можно объединить под одним термином – поведение человека. Поведение и личность. В понятии культурного человека поведение существует многие века и в наше время не утратило своей актуальности. И это понятие входит в правила поведения в обществе, в наши поступки и формы общения людей, которые основаны на нравственности, а также внутренней и внешней культуре человека. Нормы поведения являются определяющим фактором правильности или неправильности в поступках человека в обществе. Прежде всего, главным фактором культурного поведения являются воспитанность, то есть готовность человека соблюдать нормы поведения, его дружелюбность и тактичность по отношению к окружающим. Культура поведения – это своего рода эталон, принятый в обществе системой правил. Этикет призван служить людям для повседневного общения, являя собой набор из вежливых интонаций разговорных речей. Культура общения и поведения – понятие неоднозначное. Культура поведения выстраивается согласно этим критериям. Например, младший обязан слушать старшего и не перебивать его, а мужчину в присутствии женщины не имеет права грубо выражаться. В какой-то степени этика является системой культурного сдерживания, чтобы обеспечивать позитивный лад общения неравных между собой людей. Культура поведения почти всегда рассчитана на двух адресах – это партнеры и публика. Таким образом, ее правила и нормы распространяются сразу в двух направлениях. Правила поведения Правила и нормы культурного поведения начинаются еще далеко до того, как два человека получают возможность познакомиться. В большинстве случаев люди, вступающие в коммуникацию, так и остаются незнакомыми друг с другом, но это не мешает им быть вежливыми и тактичными. Основные правила и нормы культурного поведения воспитываются в человеке с детства. Однако, если по каким-то причинам их не приняли или вы забыли некоторые из них, следуйте упрощенному и основному варианту, как стать культурным человеком. Походка у вас должна быть уверенной и ровной. Сидеть нужно прямо, ни на что не облокачиваясь. И не раскачиваться на стуле, и не расставлять широко ноги. Вставать необходимо без лишнего шума и телодвижения. Положение рук – проблема многих людей. Пальцы лучше держать в спокойном состоянии. А возможные жесты должны быть более четкими и плавными. Категорически неприемлемо держать руки на животе или в карманах. Выражение лица должно быть естественным и доброжелательным. Без гримас и кривлянных. Смех не должен быть оскорбительным и привлекающим вниманием. Чихать и кашлять нужно только в носовой платок. И желательно в сторону от собеседника. Кстати, согласно этикету, принято в нашей стране, фразу «Будьте здоровы» говорит собеседнику совсем не следно. Это может поставить его в неловкое положение. Зевать в присутствии любителей также не следует. При посещении различных заведений со зрительными залами, кинотеатры, оперы, проходить на свое место нужно лицом к сидящему зрителю. Петр Первый считал, что воспитанного человека украшает три добродетели. Это привыкливость, смиренность и мучтивость. Жизнь в обществе требует, чтобы все люди соблюдали правила общения, обязанные для всех, для взрослых, для мальчиков и девочек, для спокойных и шаловлений. Для того, чтобы мы с вами могли себя вести в обществе правильно, не вызывая к себе определенного негатива, необходимо запомнить и выполнять в своей повседневной жизни три правила. Есть правило точности. Воспитанный человек должен быть точным. Точность эта нужна во всем. В работе, учебе, в приходе к сроку в школу. Правило деликатности. Нужно уметь принять помощь, совет. Не думать, что ты лучше всех и все умеешь и лучше сделаешь. Случше всех. Правило вежливости. Вежливость. Обращаться правильно. Вести себя нужно правильно в чужом доме. Быть гостеприимным и тактичным. Надо уметь жить среди людей вежливо, деликатно. Вести себя, уважать, щадить и беречь друг друга. Давайте же мы сейчас с вами поиграем. Дайте мне правильный ответ. В каком варианте ответа? История счисленной ситуации соответствует правилам поведения транспорта. Итак, можете ли вы затруднять проход пассажиров к выходу, громко разговаривать, расталкивать пассажиров и занять место? В. Грубо требовать, освободить место, поздороваться со всеми пассажирами за руку, повернуться спиной к этому человеку, которому вы уступаете место. И. В. Поздороваться при входе в вагон с поводником, помочь внести или вынести багаж пожилому человеку, подготовиться к выходу заранее. Я думаю, правильно. Конечно же, это ответ В. Что неправильно делать, уступая место в общественном транспорте? А. Встать и с улыбкой сказать «Пожалуйста, садитесь». Б. Пригласить пожилого человека к освободившемуся креслу. В. Молча встать и повернуться спиной к тому, кому уступаешь место. Г. Затруднять проход пассажиров к выходу, громко разговаривать, расталкивать пассажиров и занять место. Г. Конечно же, это ответ В. И. Г. То, что нельзя делать. На чем же основаны требования культуры поведения в семье, в школе и обществе? На нашем воспитании. Взаимопонимание, взаимоуважение. Отсюда подведем итог и сделаем Г. О чем же, в чем же заключается воспитанность и хорошее поведение? Заключается в знаниях правила поведения и этикета и в их выполнении. Но если человек знает правила этикета и поведения, но не выполняет их, он создает только видимость, воспитанность, надевая на себя несправедливость. Но когда-нибудь и где-нибудь она все равно высытится. И все об этом заметят. Воспитанность и хорошая манера связаны с внутренней культурой человека. Вы живете среди людей, и каждый ваш поступок и желания отражаются в людях. Знайте, что существует граница между тем, что можно и что нельзя. Проверяйте свои поступки сознанием, не причинили ли вы зла, обиды или неприятности людям. Поступайте так, чтобы людям, окружающих вас, было хорошо. Будьте добрыми и чуткими к людям. Помогайте людям словом, делом и поступком. Ведь каждому приятно иметь дело с добрым, культурным, воспитанным и вежливым человеком. На прощание я вам хочу сказать одну притчу. Когда-то давным-давно старый индейец открыл своему внуку одну жизненную истину. В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух манков. Один живот представляет зло, зависть, тренинг, грубость, агрессию. Другой живот представляет добро, мир, любовь, верность и отзывчивость. Маленький индейец, тронутый до глубины души словами деда, на несколько мгновений задумался, а потом в стрессе. А какой живот концептует побеждать? Старый индейец улыбнулся и отбил. Всегда побеждает тот волк, которого ты будешь. И я очень хочу, чтобы после нашей беседы у вас не было сомнений в том, какого волка в себе вам нужно переменять. Я желаю вам быть воспитанными, добрыми и тактичными. И чтобы у людей, как отношения с вами, всегда оставались хорошие впечатления. Удачи вам во всем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...